Тактики рабочей партии А профсоюзы это не начальник и не председатель правкома, а профсоюзы это объединение рабочих. Поэтому когда вот люди подходят и говорят вот наш профсоюз желтый, я не очень понимаю, что вот этим хотят сказать. В профсоюз могут войти электромонтальники, токари, слесари, наладчики могут войти, кто угодно, станочники, стропольщики, докеры. Как можно его назвать желтым просто, хотя так называют, что имеется в виду, что в этом профсоюзе преобладает какая-то идеология. Какая может быть идеология, скажите, пожалуйста, в профсоюзном движении, в профсоюзе, в капиталистическом обществе. Вы много нашли членов партии последовательных, которые твердо стоят на позициях марксизма. А мы вот регулярно, вот рабочая партия России регулярно освобождается от таких членов партии, которые себя запятнали тем, что они отходят от сути марксизмского учения, особенно в плане отношения к рабочим, пренебрежения к рабочим, неуважения рабочих, стремления командовать рабочим. Или наоборот, если я считаю, что рабочие проявили какую-то самостоятельность, они говорят, что ну это и кто-то там или привез, или заставил, или угрожал, или подкупил. Но это же ясно, что Дмитриев-то так не сделает, это кто-то его подсунул, потому что его за человека не хотят считать. Не хотят считать рабочих за людей. Поэтому это не очень хороший разговор, и даже непонятно, я почему считаю необходимым сделать соответствующий такой ролик, такое заявление сделать, как консультант российского комитета рабочих, что какое-то существует подспутное такое течение, что надо взять из этих профсоюзов, которые есть, выйти и сделать какие-то другие новые чистые. А новые чистые, из каких будут людей состоять? Из тех, которые живут в буржуазном обществе. Но вы же имеете в виду беспартийных? Если члены партии, так вы их, пожалуйста, чистите вовсю. Есть учеба партийная, есть требования, так сказать, к знаниям, к идеям и так далее. А у вас есть требования, чтобы в профсоюзе все были коммунистические взгляды? Я думаю, в профсоюзе не должно быть таких требований. Профсоюз, давайте обратимся к первоисточнику, к первоисточнику теоретическим является книга товарища Маркса «Несета философии». Речь идет о философии Прудона. Прудон, между прочим, был рабочим, а Маркс, между прочим, был не рабочим. Ну, Маркс ему объяснял, что сначала рабочие начинают борьбу за зарплату, это первое побуждение, которое собирает их и заставляет объединяться. А потом они приходят к пониманию того, что главное для них это соединиться. Если они соединятся, то они добудут эту зарплату. А если они не соединятся, то они не добьются того, что они хотят. Поэтому главным правом является право на объединение. И вот это право на объединение, за это право больше всего и борются рабочие. То есть вся история рабочего движения говорит о том, что надо защищать право рабочих на образование профсоюзов. То есть, а что такое профсоюз? Это профессиональный союз. Люди одной профессии собрались, теперь я говорю, что, о нет, это не те профсоюзы. Что значит не те? Я не понимаю, что значит не те? Не те люди, не тот народ попался. Ну попался тот народ, который находится под воздействием буржуазной идеологии. Если у нас капиталистическая, общественная, экономическая формация. Что у людей в головах, у большинства? Вы что, если у них в головах не коммунистические идеи или не вполне коммунистические идеи? И что не нужно с ними вместе соединяться для борьбы против плохих условий труда, опасных, вредных, которые приводят к увечью? Или не надо бороться за повышение зарплаты? Или не надо увеличить отпуска? Или не надо сокращать рабочий день? Разве вопрос о такой борьбе, он связан с тем, какие у людей взгляды или позиции? А если вы оцениваете профессиональный союз, не по его составу, он состоит из рабочих одной профессии. Ну это основная масса профессий. Рабочие, ну есть еще и работники, там тоже есть профсоюзы. Но мы сейчас говорим прежде всего о рабочих профсоюзах. Рабочих одной профессии. Профессиональный союз соединяет их в одно. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Зачем тогда вы говорите об этом сейчас, об идеях? А теперь вопрос об идеях. Ну так это вопрос отдельный. Для того, чтобы идеи были другие, надо вносить эти идеи в умы. Но в какие умы? Соединившиеся или разрозненные умы, которые думают каждый только о себе? Разве это плохо, если есть профессиональный союз? Хорошо. Это во-первых. Во-вторых, значит, существует такое стремление сказать, о, мы сейчас выйдем из этого профсоюза и не будем взносы платить. Хорошо. Вы не будете взносы платить. А вы не собираетесь организовывать борьбу за свои интересы? Если вы собираетесь организовывать, для этого, между прочим, вам нужно будет печатать проекты коллективных договоров, печатать всякого разного рода материала, документы. Хотите вы напечатать, скажем, вот профсоюз Доггеров заказывал нам, Народный правде заказывал, и в газете за рабочее дело, заказывал нам номера, они, естественно, их оплачивали в профсоюз, а мы печатали, потому что у нас-то какие деньги? Откуда у нас деньги могут быть у редакции? Ниоткуда. Значит, если профсоюз, он финансирует и, соответственно, получает газету на эти деньги. А вы, значит, избавились от этого, от того, чтобы платить какие-то взносы? Ну, первая характеристика того, что-то коммунистического какого-то начала, что хоть какой-то грош-то на общее дело надо собрать. Другое дело, что надо контролировать. Не надо торопиться. Есть другой еще подход. Обязательно стремятся, что нам нужно зарегистрироваться. Вам зачем зарегистрироваться? Если вы зарегистрируетесь, у вас будет юридическое лицо. Юридическое лицо плохо или хорошо? Для начала очень плохо. Потому что если у вас будет юридическое лицо, то есть вы зарегистрируетесь как юридическое лицо, вы получите право выступать из суммы ответчиком в суде. Поскольку вы только в начале пути, то вы чаще будете выступать ответчиком, и вас профсоюз закроют. Вам это надо. Это не значит, что закроют как юридическое лицо, а фактически как объединение закрыть нельзя. Нельзя закрыть профсоюз. Если мы объединились, три человека, и будем сообщать, что-то делать. Это закрыть невозможно. А вот если вы сделали юридическое лицо, вам придется заниматься бухгалтерией. А сейчас придумали, что для связи с налоговой инспекцией нужно защищенные средства связи. Я это все хорошо знаю, поскольку я руководитель общественного объединения, которое зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации. И мы вынуждены посылать отчеты, соответственно, держать бухгалтера, соответственно, тратить на это средства, и очень немалые, и платить вот этой организации, вот эти связи, в которых мы пишем свои нули. Потому что денег у нас нет, и поэтому ноль, 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 ноль. Но это ноль мы пишем в отчетах. А за то, что мы пишем нули в отчетах, нам надо платить большие деньги. Теперь проскальзывает такая мысль, что некоторые товарищи хотят завидовать тем председателям правкомов, как они говорят, желтых профсоюзов, которые сидят, получают деньги. И вырвались, наконец, из положения рабочих и стали над рабочими. Вот теперь он сидит в кабинете, напротив него есть компьютер. А я вот, например, в своем опыте имею такой случай, когда мы с товарищем Федотовым, который был в свое время председателем правкома Докеров, когда мы с ним, а я как консультант правкома Докеров морского порта Санкт-Петербурга, выступали защитниками профсоюзной организации а из бывшего, 10 лет бывшего председателем правкома порта гражданина Моисеенко, который требовал миллион с профсоюза, а они его уволили, потому что он, так сказать, разрушал, собственно говоря, профсоюз. И мы выиграли в этом суде. И что хорошего, что надо судиться с этим самым председателем правкома? Вы хотите судиться с кем-нибудь? Вам зачем юридическое лицо? Или вы хотите нанять адвокатов и им платить? Ну, будете платить большие деньги. Но только имейте в виду, что адвокаты, они на серьезный спор не пойдут ни с судьей, ни с прокурором. Почему? А потому что это то поле, с которого они собирают себе деньги. Поэтому там не ждите, что они встанут и скажут. Там надо самим вставать и говорить. И вот именно поэтому за этим вот стремлением срочно быстренько собрать 5-7 человек и зарегистрировать. И получается, что вы, во-первых, выставите наиболее активных, там, 5-7-10-15 человек как бы в открытое поле вытащите, чтобы по ним началась стрельба. И дальше будут всякие способы придумывать к тому, чтобы как их уволить, кто таким придумал. Это не так и сложно. Один раз предупредить, один раз выговор, второй раз выговор, и потом на увольнение, и все. Зачем это делать? Кто порекомендовал, кто посоветовал, я не знаю. Кто посоветовал, браться, значит, выходить из больших профсоюзов, делать маленькие и делать их объектом атак. Так, непонятно, с какой цель. Есть другой способ. Вот, например, как делали товарищи докеры, которые тонули в большом профсоюзе, в профсоюзе работников водного транспорта, ПРВТ. Дело в том, что в порту работает много людей, и докеры составляют меньшинство. И это меньшинство никак не могло проявить свою волю. Но они сделали, стали собирать докеров. То есть, по существу, сделали рабочую секцию, докерскую секцию профсоюза работников водного транспорта. Надо сказать, что толковые люди из профсоюза работников водного транспорта, в том числе с площади труда, то есть из Федерации Продолженности России, им в этом помогали. Потому что люди понимают, что докеры могут запасовать, докеры могут остановить производство на время и могут решить те проблемы, которые другие трудящиеся, при том, что они больше знают, может быть, более грамотные и так далее, они не могут это решить. Хотя докеры имеют и два, и три некоторые высших образования. Так что нельзя сказать, что это люди малограмотные. И вот эти докеры собирались еженедельно, решали все вопросы и готовили запасов. И когда они вызрели, когда они стали уже организованной массой, вот тогда эти докеры учредили свой профсоюз. И так родился профсоюз докер. Но они не спешили с этим делом. Ничем им не мешало, что они в профсоюз работников водного транспорта. Более того, теперь они имеют отдельный профсоюз, но они находятся в союзе с профсоюзом работников водного транспорта, который, скажем, другие товарищи заявили бы, что он желтый. Но профсоюз работников водного транспорта включает тех работников, тех рабочих, которые занимаются механизацией, ремонтируют, козловые краны, ремонтируют погрузчики и так далее. И вот в этом профсоюзе находится теперь меньше людей, скажем, на первом контейнерном терминале, чем докеров. Но тогда докеры образовали единый, вместе с этим профсоюзом работников водного транспорта, вместе с профорганизацией, единый представительный орган. Главным является, так сказать, профсоюз докеров, значит, это председатель и заместитель, председатель единого. Комитеты на все переговоры, они идут на единый, на все действия коллективные тоже идут едино с ПРВТ. А можно было бы свете говорить, что ПРВТ это желтый профсоюз, мы светлый, непонятно какой. Хотя, как вы понимаете, и докеры, они не святые. Там есть люди настроенные коммунистически, а больше, конечно, людей настроены так, как настроены люди в гружавном обществе, то есть антикоммунистически. Но, когда, значит, было десятилетие профсоюза докеров, вот там был большой праздник, и товарищи докеры приходили к нам-то с Хведотовым, и к Рысевым, это второй член, и к Тимофееву, это три коммуниста докера, и я там был как консультант российского профсоюза докера. Они приходили, говорят, можно я хочу с вами выпить за вас. Я антикоммунист, но я хочу за вас выпить. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что мы им оказываем реальную помощь, а вот ни от кого другого они такой помощи не получат. Поэтому я думаю, что если говорить о том, какую тактику выбрать, вот такая кажущаяся тактика, что я издать, мы сейчас создадим новый отличный коммунистический профсоюз. Так у вас ни одного коммуниста нет, или два коммуниста на предприятии. Какой же у вас будет коммунистический профсоюз? Внутри будет коммунистический, все равно это мало. Поэтому профсоюзы, не надо их торопиться создавать, а вот что мы можем сделать, и что нам совершенно никто не мешает делать, это сделать рабочую секцию того профсоюза, который вы считаете, там, желтым или сиреневым, каким, зеленым, голубым. Как хотите его, считайте. Но вы можете выделить рабочих этого профсоюза и создать секцию. То есть вот все члены профсоюза рабочие собираются в секцию. Кто вам это запрещает делать? Никто. Для этого надо выходить из профсоюза? Не надо. Все-нибудь менять надо наверху? Не надо. Если вы потом получите эту секцию большую силу, это может быть большинство рабочих, большинство в этом профсоюзе, но переберете потом председателя профсоюза. Вы же оцениваете профсоюз не потому, кто в него входит, а потому, кто его начальник. Разве это подход, это желтый подход профсоюза. Оценивать надо потому, кто в составе этого профсоюза, а не кто его начальник. Вы по начальнику оцениваете так, как делает буржуазия. Это и есть буржуазный подход к профсоюзам. А вот Ленин говорил, что надо работать в каждом, самом желтом, в самом желтом профсоюзе. А в чем работа? А ну рабочих сорганизуйте из этого профсоюза. А потом, если вы наберете силу, и у вас будет, допустим, 300 рабочих или 500 рабочих, тогда вопрос о том, чтобы взять и уволить рабочего, уже не стоит. Как вы уволите 300 рабочих, это не серьезно, а как 500. Все, вот тогда вы решаете, соберите конференцию, берите все свое руководство, или сначала сделайте профоргов, изберите других в цехах, а потом, значит, соберите людей на конференцию. Или вы можете конференцию не собирать, а собирать подпись. Как большинство соберете голосов по любому вопросу, значит, вы его решили. Этот вопрос связан и с проведением переговоров, и с проведением коллективных судовых споров, и с выделением для переговоров или для ведения коллективных судовых споров какой-то группы. Вот какую группу направили, если у вас есть достаточное количество подписей, я бы советовал сделать в двух экземплярах всегда, потому что один могут порвать ваши, как говорят, партнеры. Эти партнеры надо быть очень осторожными. Всегда можно было достать, сказать, ну, хорошо, вы порвали, но это были копии, а подлинники вообще не здесь. Можете забрать их к себе. Значит, поэтому тактика работы сейчас в современных условиях, как они есть в России, заключается в следующем. Мы живем в буржуазной России, поэтому большинство профсоюзов буржуазные, хотя есть отдельные члены, руководители профсоюзов, которые или коммунистически настроены, или близко к ними настроены, или сотрудничают с коммунистами. Значит, выход какой? Надо создавать рабочие секции профсоюзов. Нам это чем-нибудь грозит? Ничем. Это рабочим чем-нибудь грозит? Ничем. Нужно какие-то бумаги делать? Никаких. Нужно какие-то отдельные, значит, варианты искать? Никаких не надо. Вы создайте рабочую секцию, изберите ее комитет. Это комитет рабочей секции. Вы не претендуете на пост председателя профкома. Вы никого не подсиживаете. Пока не подсиживаете. Вот есть председатели рабочей секции. Но вам нужны председатели по другой схеме. Вот если у вас, вы берете три сопредседателя, значит, один месяц один председатель, другой месяц другой, третий третий. Если даст, как говорится, жизнь такие возможности, что вы получите большинство в профсоюзе, это будут председатели, ну пусть будут три сопредседателя. Но каждый один месяц только находится на освобожденной профсоюзной работе, а два месяца он работает вместе, рука в руку, со своими товарищами. Он не будет так разлагаться, как разлагаются люди, которые, они же идейно незрелые, как правило, это же, вот скажем, люди беспартийные, у них ничего твердого нет. Они погнались, уже хорошая работа, не грязная, не надо переодеваться после нее, и на работу не надо идти, и рано вставать так не надо. Хотя, вот тот же товарищ Моисеенко говорил, что он и суббота, и воскресенье думает о профсоюзных делах, поэтому он записывал себя в рабочие дни. И он среднюю попросил 1,4 от зарплаты докеров. Докеры в трюме там, в условиях тяжелых и вредных, там на широте или они в мороженый груз перегружают. А он 1,4, а как узнали? Наш товарищ Хидотов, член Рабочей партии России, вдруг наружил, у него коэффициент 0,8, а что-то, говорит, много я получаю. Он пошел в бухгалтерию выяснять. Оказывается, 0,8 берется от средней зарплаты, умноженной на 1,1. Ну и, соответственно, 1,4 берется у председателя правкома. От средней, умноженной на 1,1,1. Вот что, собственно говоря, получалось. То есть, надо уже понимать, что мы это все знаем, мы знаем, что бывает с председателем правкома, поэтому средство, это известное, надо, чтобы люди менялись, надо, чтобы они не прилипали к рукам это делать. Вот, никто, так сказать, в этом плохого не увидит, если вы будете, если уметь руководить, будут не один человек, а три. Это же хорошо, а два, значит, будут поддерживать его все время. Вот, значит, отсюда вытекает, что главная задача наша, и стратегическая в этом смысле задача состоит в том, чтобы создавать рабочие секции профсоюзов везде, где мы можем. Почему стратегическая? Потому что у нас цель-то какая? Мы хотим, в конце концов, создать советы и установить советскую власть. Советы будут по какому принципу? По принципу представительства от рабочих коллективов. А раз представительство от рабочих коллективов, прежде всего от рабочих. Их советуют, ну, большинство рабочих. И там тоже секции должны быть рабочих. Чтобы без рабочей секции никто не мог решить вопрос. Обязательно. Их даже наверху, если это будет съезд советов, то вот на съезде советов, если рабочие проголосуют, то проходят. А если не проголосуют, то не проходят. Иначе не будет диктатуры пролетариата. Мы уже это знаем из опыта своего. И знаем, и, как говорится, рабочая партия строго этого принципа придерживается. Поэтому она и существует хорошо, и легко освобождается от тех, кто предает своих товарищей. И главное, что не товарищей, он предает рабочий класс. И от них надо освобождаться. В рабочую партию легко людей принимают, и так же легко расстаются с теми, кто против рабочего класса выступает. Поэтому вот задача, которую надо решать. При этом, если вы наберете достаточно большую рабочую секцию, она может быть потом преобразована уже в какой-то другой профсоюз, если в этом есть необходимость. А чем она должна руководствоваться? У нас есть программа Федерации профсоюзов России, очень хорошая. Там все то, что нужно сейчас. Там и сокращение рабочего дня для 6 часов, и заработная плата на уровне стоимости рабочей силы, и улучшение условий труда, и повышение реального содержания зарплаты, а не просто индексация. Индексация – это возвращение на тот уровень, который был в прошлом году. То есть никогда не будем жить лучше, всегда будем жить так плохо, как жили вчера и сегодня. Поэтому вот все эти рабочие секции, которые мы будем создавать по предприятиям, все должны быть руководствоваться одной программой Федерации профсоюзов России, которая проверена, которая подтвердила свою верность благодаря тому, что вот Федерации авиодиспетчеры показали чудеса стойкости, чудеса сознательности, и колоссально улучшили свою жизнь. Возьмите и послушайте интервью товарища Ковалева, которые записаны и вывешены на... Ковалев – это президент Федеральных профсоюзов и диспетчеров и председатель Федерации профсоюзов России, который интервью давал на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Вот мы с ними взаимодействуем. Я присутствовал на учредительном съезде Федерации, там решался в частности вопрос о программе Федерации. Вообще у профсоюзов программы нет. Они обычно как бы реактивно действуют. Вот когда вашу жизнь ухудшили, они начинают спасать. Вас уволили, они пытаются восстановить. Ну, кого восстановили, а кого нет. А если у вас есть программа, то вы наступаете, ну, не все удается, но тогда значительная часть удается. И вот эта Федерация освободилась от дурацкого деления на независимые профсоюзы и свободные. Если ваши профсоюзы независимы, то они независимы от рабочих. Нежелательно, чтобы они были независимы от рабочих. Если они свободные, то они свободные от рабочих. Поэтому я вот когда поздравлял от имени фонда рабочей академии участников съезда Федерации, сказал, что я вот присутствую на таком мероприятии замечательном, когда не свободные тут профсоюзы от работников и независимые от работников, а зависимые от работников профсоюзы Федерации профсоюзов России. Вот это и нужно, чтобы это был такой профсоюз, который прямо зависел от работников и с ними работал. И вот эта федерация, она поддерживала проект Трудового кодекса России, благодаря которому мы имеем прекрасные сегодня условия для организации коллективной борьбы за свои интересы. Поэтому надо не бросаться создавать маленькие крошечные профсоюзы, которые сейчас съест работодатель. Вот там будет 5 или 7 или 15 человек, их, так сказать, схрумуют. А надо создавать мощные рабочие секции, которые с известного момента могут быть преобразованы в новые профсоюзы. И если они будут так организованы, что у них их характер поддерживаться будет, что они не были свободными от рабочих и не были недависимы от рабочих, тогда это будет большая сила, на которой можно будет опираться в создании советов рабочих. А советы рабочих по представительству от забастовочных комитетов, предприятий. А чтобы были забастовочные комитеты, надо, чтобы была забастовочная борьба. За что? За улучшение своей жизни. А если нет забастовочной борьбы, то если люди не могут побороться даже за такие вещи, ни о какой другой власти речи быть не может. Поэтому нечего об этом болтать и говорить. Поэтому весь вопрос упирается в борьбу. Борьбу прежде всего начинается она как экономическая, а потом она перейдет уже и в политическую. Но она перейдет. Не надо забегать вперед и думать, что от того, что мы создадим 5 или 7 человек, мы продвинулись сильно вперед. Мы не продвинулись сильно вперед. Поэтому стратегия такой борьбы и тактика борьбы в профсоюзном движении рабочей партии состоит в том, чтобы поддерживать создание рабочих комитетов, рабочих секций во всех профсоюзах, до которых мы можем добраться. Вот давайте будем это делать. И будем постепенно потом преобразовывать эти рабочие секции в новые профсоюзы. И с новым руководством. И, кстати, с таким руководством, которое сменяется, чтобы было вот так 3 сопредседателя. Из них каждого можно было подойти, когда он будет 2 месяца не работать, освобожденного. И, так сказать, подойти и по спине погладить, чтобы он не взорвался. Вот тогда будет хорошо. Соответствующее предложение, как консультант Российского комитета рабочих, я направил и в рабочую комиссию рабочей партии России, и в оргкомиссию рабочей партии России, к организаторам оргкомитета съезда. И вот это выступление рассматриваю как некое обоснование своих предложений. И думаю, что требуется соответствующее решение Российского комитета рабочих, которое будет 20-21 числа. Должен сказать, что народ реагирует на это. Вот мне буквально вчера позвонил рабочий с Петербургского тракторного завода, сказал, как связаться, куда приехать. Я говорю, а вы знаете, там делегирование надо 5 человек. Да, да, мы знаем, надо делегировать, куда ехать. Мы делегируем. То есть люди понимают, что надо соединяться, что люди, которые объединены, они все, а разъединенные, ничто, их можно разбить по одиночке. А рабочих больше, чем буржуазей. Поэтому если рабочие соединятся, они будут побеждать. А если они будут плодить крошечные профсоюзики, которых можно удавить, то их и будут душить. Вот, собственно, что я хотел сказать и пожелать успеха Российскому комитету рабочим России в борьбе за их жизненные интересы. Успехов в борьбе, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова